Всем привет, наши друзья, наши подписчики. Всем-всем-всем большой привет. Ну, мы завершили утреннюю экскурсию в зоопарк. Было жарко, но нам понравилось. И сейчас мы быстренько приехали в номер, покидали вещи, переодели купальники. Сейчас время 2 часа дня, чтобы вы понимали. Мы едем на пляж Ля-Мэр. Но у нас закончились дирхамы, поэтому нам до обменника идти, конечно же, лень. И мы сейчас на ресепшене поменяем... У нас вообще 100 долларов и 40. Мы хотели поменять 100, чтобы нам 50 отдали, 50 поменяли. Говорят, нет, это только вот мы 40 поменяем. Ну, нам небольшое количество, 40 на дирхамы. И сейчас поедем, возьмем такси, поедем на Ля-Мэр. Ну, а вечеринка тоже обязательно куда-нибудь поедем. Так что будем смотреть пляжи сегодня. Ждали, ждали, короче, в отеле. Пришел, сказал, мы не меняем. Идите в мол. А мы смеемся, пока будем ходить уже на пляж. Приедем за затемно. Как всегда у нас все по... Постару. Паспорт у меня в телефоне. В общем, 1 доллар 3,66. 3,66 дирхам, 1 доллар. Ну и зашли, и вот паспорт спросили. Поэтому всегда имейте фото паспорта с собой в телефоне. Это очень важно на самом деле. Да мы сейчас хотя бы по бутерброду возьмем, да. Проголодались. Проголодались после зоопарка. Ну, что делать? В общем, обошли вдоль и поперек. Мы фобкорк только-только нашли. Уже ходим полчаса. Так, саблень. Киевси. Но эти бургеры я не хочу. Я хотела шурмы. Вот Макдональдс теперь. Че брать-то? Я буду донор с курицей за 37 дирхам. Блин, цены ломовые. Вот это стоит 400 рублей. Ну, 800 рублей по-русски. У нас получилось... Ну, 400... Сейчас я... Только решила сесть на диету, а уже обед. Это Аксюнин. Аксюнин скинул. Я, понимаешь, супчику поела. А где его возьму здесь? Буду искать сейчас. Сейчас едем на пряж. Как говорится. Метро так и есть, наверное. В общем, решили ехать на метро, на пляж. Вон туда. Наверх, да. Ап! Ап! И тигры у ног моих сели. Легких путей не ищем. Теперь метро немножко правее. О, левее. Что здесь надписи на русском. Вот метро, пожалуйста. Так, станция. И мы с вами идем сейчас. Вот. Выход и на поезда. Видите, тут трендс. На поезда. Вот еще. Видите, все, идете по указателям. Вообще элементарно. Ну, тут столько идти. Через весь Дубай мол идем, да, получается? Вот. Мы почти уже дошли с вами. Ну, идти и идти. Как в аэропорту в Бангкоке. Первый раз были в Дубае. Там есть метро для женщин, для мужчин. Мы сели с ней в метро в вагон для мужчин. Вагоны разные. Помнишь, и едем в вагоне для мужчин. Ой, мы с тобой хохотали. Я помню. Это вообще было нечто. Так. Дальше идем. Ну, вот мы где заходили. Видите, Моу Эмерэйшн. Вон где этот. Карафор. И мы вот сколько уже идем. Ну, а что нам? Иди, иди. На шаги, и вы шаги. Мне говорят, английский. Я не знаю. Пожалуйста, купили три карты. Так. Как пляж называется? Джебер. Все понятно. Карты. На нем уже 19 Дирхам. Сейчас найдем эту станцию. Так. Поднялись на второй этаж. И сейчас с вами здесь будем изучать. Подожди. Джебер Олл. 38-я, да? Вот это, Лена, Джабау. Нет? Нам можно везде заходить. Почему нам можно? Нам тут в Москву нельзя. Нет. Женский можно вообще в первый вагон. Затем. Пойдемте в первый. Будем все увидеть, куда ехать. Нет. У него вас прошли. Первый вагон. А вумен. Это куда? Можно сюда вумен? Или туда идти? Вумен. А, туда. Уверенно. Да, на парень сказал. Пойдем. Ну, теперь зашли. Пойдем туда, дальше. Мы раньше с Ленкой ездили, нам было все равно. Теперь мы пришли вумен, садись. Садись, садись. Мы здесь. Вспомним, были времена. Мы в мужском вагоне неплохо ездили. Так, ну вот так вот. Едем на земное метро. Ну, нам ничего не удивляется. Мы все это знаем, поэтому нам и легко везде. Вообще близко получается. Смотрите. Дубай-Марина сейчас будет. И следующая наша ДМС. Дверь не закрывается, он сказал. Ладно, поехали. Дубай-Марина, конечно, поражает своими постройками. Вот это у них, конечно, самая красивая Дубай-Марина, мне кажется. Да, днем она так смотрится, а ночью все в подсветках. Мы вчера гуляли, показывали вам видео, совсем все по-другому. Спускаемся. Так, выходим. Сколько там? 16 осталось. 3 дирхама, 60 рублей. Так, выходим на улицу, переходим на ту, через дорогу. И все, 16 дирхам, мы можем теперь еще неделю ездить. Вот экзит. Я вот удивляюсь, мам, с тобой мы в первую поездку только и ездили на метро. Не когда такси, только если совсем устали. Там голод, базар какой-нибудь. Или уже совсем сил нет. Дубай-Мол. Мы тоже домой доезжали тогда. И то в гостях были. Но я не знаю, что такси, такси. А вон, видите, как все, копейки стоит. Почтил цели. Время 5 часов вечера. И мы уже, как бы сказать, 16.46. Чтобы быть точной. Да, и мы едем, чтобы пешком не ходить. Я хочу посмотреть, градусы будут показывать сейчас. И мы сейчас поедем с вами еще две остановки на пляж. Я так уже мечтаю покупаться. Мне кажется, уже темнеет даже. Да, сейчас ты затемнешь. Это работает. Конечно. Ночевать будем на пляже, чтобы с утра встать и наплаваться. Не показывать температуру. А мы завтра в другой пляж. Да. Завтра мы поем на другой пляж. Сегодня едем вот на Жене и Лобич. Продолжаем дальше. Мы тут все вместе сидим. Ну да, здесь все вместе. Смысл тогда отдельный. Так это в трамвае. Не, ну я не могу понять. Смысл тогда отдельные вагоны делать. Если в трамвае все вместе, да, сидят. А в метро мужской и женский отдел. Вот я не могу понять. Давайте на следующее. Ну, две остановки на метро проехать всего лишь. Удобные такие сидения, смотрите. Ах, девчонки и мальчишки, не поверите. Три часа мы добирались в метро. Были пешие прогулки. И все, шли-шли, шли-шли. И, наконец-то, без пятнадцати шесть мы дошли на пляж, который называется Джумейра Бич Резидент. Или Резидентс. Уж точно не знаю. Но сюда мы с вами сейчас пришли. Пляж, который считается чистым. Вон лодки плавают. Короче, уже ноги не идут. Сначала был зоопарк по сорокоградусной жаре. Здесь пляж отеля Хилтон. Я правильно понимаю, наверное? Видите? Сказалось, что на левом. Да. Она посол на левом? Да. И вот. Вот такой вот пляж. Чем он необыкновенный, я не знаю. Пляж как пляж. Ну, песок вот такой вот. Волны. Закат сейчас будет. И огромное количество людей. Огромное. Я бы упасть негде. А это отель Хилтон. Со своими лежаками, зонтиками и с пляжем. Они как белые люди отдыхают. А мы будем отдыхать, как все. О, друзья. Накупались. Я вышла с воды, даже замерзла. Вы не поверите. Перекупалась. Закат. Закат. Завершается день. Смотрите. Море такое, знаете, как в Паттайе. Мне кажется, в Паттайе даже чище. Потому что там такого количества людей точно нет. А здесь как? Прямо вот смотрите. Весь пляж людьми. Ну и без лежаков. Ну мы сюда пришли только покупаться. Но вот больше второй раз на этот пляж мы, конечно, не приемли. Он венок. С линком. Ой, вода прямо горячая. О, шикарно. Вот такой шикарный у нас вечер. Все уже усталость, как рукой с него. Сейчас тут совсем будет уже темнеть. И тогда мы только на такси, никакого метро, поедем домой. Солнышко все ниже и ниже. Вода просто. Вот просто парное молоко. Пойду еще немножко поплаваю. Мы накупались. Солнце уже село. Смотрите, включается подсветка домов. Впереди мне нравится вот этот узкий. Вообще, как он стоит, это вот узкое такое здание. Видите? Как они держатся, на чем узкие, длинные. Впереди у нас, видите, Хилтон. Еще впереди Хилтон. И вот такие вот здания. Они все одинаковые, как Тетрикс. Ну, что я хочу сказать по поводу этого пляжа. Мое мнение, девочек, наше мнение. Ну, Лена в своем видео сказала, я бы на этот пляж не посоветовала. Не посоветовала, потому что мне не нравится. Здесь вода даже пахнет вот мазутом. Они постоянно пришвартовываются, кого-то высаживают. Ну, не знаю для чего. И от них прямо идет вот запах такой. Поэтому если купаться, кто вот поедет, я бы вот этот пляж Джумейра-Бич не советовала. А нет, он вот, видите, вся пляжная полоса. Что вправо, что лево. Они по-разному называются. Поэтому сейчас потихонечку с вами девчонки придут. Они пошли переодеваться. И мы с вами пойдем босиком вдоль пляжной линии. Вода сейчас, в данный момент, она теплее, чем воздух. То есть я думаю, что вода, вот если сейчас заходишь в воду, она, знаете, как подогретое теплое молоко. 37 градусов. Я думаю, температура воды, купаться комфортно, выходить не очень. То есть уже выходишь и замерзаешь. Колесо обозрения не работает. Вот этот тракцион вообще не могу понять. Туда поднимаются. Там вот они долго сидят, сидят вот в этом кругу. Потом круг потихонечку опускается. Все выходят. Ну, не знаю. На любителя, наверное. И вода здесь, ну, не чистая, не чистая. Вот еще раз говорю. Когда заходишь. Вот даже мы ездили, где вот эти индусы-пакистанцы купались. Там вода была гораздо чище. А здесь это вот городской пляж среди множества лодок. Вот, видите, это мост. То есть вот это уже у Джумейра впереди. Ой, стою про многие вообще в теплой воде. Как, знаете, когда паришь в теплой водичке, ножке, так же у меня. Вот. В целом, конечно, сопоставив доходы и расходы, если бы мы отдыхали в отеле Рио, все включено, то мы потратили бы такое же количество, ну, по деньгам. Ну, в общем, вышло то же самое, если разобраться. Там надо было по 75 тысяч заплатить на человека. А здесь мы уже у нас билеты, потом экскурсии, проживание, еда, вода. Ну, в принципе, наверное, так. Я потом уже точно посчитаю. Ну, я думаю, что точно 75 и вышло. Вон впереди-впереди лодка Доу, которая совершает вот ужин на лодке Доу. Ну, мы отказались, мы не захотели. Мы днем плавали по Анмарине, ну, не захотелось. Впереди у нас будет еще шоу для первого, это в предпоследний день. И вот у нас завтра посоветовали, мы поедем в какой-то тоже мол. Вот эти 7 ночей, они пролетают вообще просто мгновенно. Мгновенно ничего не успеваешь. Ну, с одной стороны, а с другой стороны, все, что нужно, все равно каждый может посмотреть. Ну, я вообще советую находить подешевле. Вот, как, допустим, за 18 тысяч, только завтраки. За 15 тысяч, ну, либо ехать уже вот в отель, все включено. Ну, в общем, каждому свое, у каждого свое мнение. Вот, ну, у меня пляж, допустим, в отеле Рио просто я в восторге, в полном была, в полном. И не надо ни воды, ни чего тебе покупать. А здесь вот сейчас у нас, мы были, еще не убрались в обед, воды выдают по пол-литра на троих. А мы много пьем. Ну, сама же, сами понимаете, жара такая, как тут не пить. Поэтому мы сейчас, как всегда, будем докупать воду, тащиться с этой водой. Но мы сейчас на такси больше на метро не рискнем. Что-то сегодня заблудались, не там вышли. Ну, короче, учите английский. Либо не спешите. Ладно, все, потихонечку сейчас. Девчонки, там очередь, чтобы в раздевалку никак не дойдут. И ношение маски в городе Дубае очень-очень строго. Везде маски, везде-везде, в отеле, в ресторане. Только вот в воде, на пляже вы можете находиться без масок. А так везде, просто везде. Все, а теперь погуляем с вами по пляжной линии. Посмотрим, накупались, восстановились, да, силы восстановили. Народ еще купается, вообще не выходит. Вода сказка. А это все уже отель Хилтон. А маски где? Маски где-то в этом, в кармане. Все, видите, как у них хорошо. Матрасы, лежаки, ну вот эти и тут. Риксы с отелью. Но я бы все равно не хотела с таким пляжем. Пляж мне нравится просто, да? Ну, пляж. Ну, нет, конечно, я и говорю. Я бы с таким пляжем не хотела бы. Отстойный городской пляж. Видно, как подсветки все включились? Краны работают. Прямо у них точечная застройка. Ой, вода горяченная. Он же бесплатный пляж. Рабочих очень много приезжает тоже. А завтра мы поедем с вами на платный пляж. Посмотрим, как там обстановка. Вот я о чем вам и говорю. Видите, точечная застройка. Мне нравится, что сейчас уже вечер. Далеко вечер, солнце село. И так комфортно идти. Теплая водичка. Прям по водичке идешь. Плескаешься. Усталые, но счастливые. Сегодня 7 поток сошло. Какие-то трубы в море. Видите, идут. Может, это у них бассейн там с морской водой. Может, еще что-то. Вот они, видите. И пошли-пошли в море. Что это такое, кто знает. Тверблюды. Они свои сегодня отработали. Сейчас вам покажу. И вот отдыхают. Сейчас. Видите, не только я иду. Вот они какие. Хорошие. Жалко их. Целый день ходили по пляжу. И в зоопарк ехать не надо. Видите, какие. Сейчас как плюнет. Ё-моё. Недобро смотрит. Следующий отель, смотрите. Тоже со своими лежаками. Не видно отсюда, как называется. А, ну это все Риксус Премиум. Ну, я бы все Риксус Премиум Дубай. Смотрит, как-то. Дом? Вот этот, да, застрел. Ну, это отель Риксус же. Что? Отель Риксус. Ну, да. Вообще дом такой прям. Ну, дом красиво. Подсветка. Красота. Все больше, конечно, сравнить вот этот дом, да, и, допустим, вот эти Тетрис. Мне вот эти больше нравятся. Этот, смотрите, тоже выстроился какой. Еще строительство идет. Сколько там этажей, даже не берусь считать. Мы идем, смотрите, Риксус. Стройка и вон идет бензином. И что это за отдых такой, да? Прям чувствуется запах? Да. Ну, не нравится, не нравится мне джунгли каменные, конечно. Посмотреть вот так, один, два, три раза приехать, а вот так вот жить здесь, нет, не то. Ну, ладно, мы у зрителей с Польшим. Кто знает, что, какой отель с Риксусом? А, ну, вот Марина написано. Марина. Рядом Ридс Карлтон. Это отель Ридс Карлтон, да, наверное? Марина пляж, да. Наверное, их отель. Нет, Марина просто три, это, звезды. Риксус. Ну, короче, мы не уверены в том, что сказали. Почему не уверены? Вот Карлтон же. Марина, да, пляж без... Ну, за деньги, да? Да, пляж это Марина, вот он. Ну, это хороший пляж с лежаками. Мы рядом с отелем Ридс Карлтон. А как сюда проход-то есть? Вот отсюда, с берега. Там нет, мы с вами сегодня шли, мы никуда не могли. Да нет, значит, это пляж отеля Ридс, все. А вот дальше будет сейчас этот рейтон. Лера, я, у меня Ридиан, пляж Джумейра. Ага. Я хочу сказать, мы идем с девчонками, рассуждаем, что у нас вышел, вот в Зеленограде, за грибами сходил, да, вот, в лес поехал. Не то, что за грибами. На речку. На островку гулял. Зелень, да, на велосипеде покататься. В Тульскую область поехал, с ночевкой, в Кимовск. А здесь куда вышел? Одни кондиционеры и машины. И все. И чуть-чуть зелени. Не, ну, у них море, да. Ну, у них море. Да у нас тоже все есть. В общем, друзья, все сейчас мы решили пройти через отель. Как называется, мы сейчас с вами посмотрим. Выйти на улицу, где стоят такси. Кто хочет, получается. Тоже так. В отель, видите, шли с моря и зашли. Местный курорт. Столько зелени. Это мы идем через какой-то отель нам. Девушка говорит, идите смело. Говорит, там же, что, как вам выйти в город-то? Ну, мы смело идем, помыли ноги. У меня спросили, дорогой отель или нет? Да. Конечно, дорогой. А как называется отель? Она сказала. Она сказала. Ну, смотри, так зелененький. Тут даже три казана. А, вот. Давай, вставил люксы. Это не то. Беседки. А так приятно-то куда-то. Не унывай. Не, фазанов все найдем. Мы здесь все равно не спешим. Куда нам сейчас спешить-то? Да некуда. Не, ну, у нас хотя бы до 10-ти ужин. Да успеем. На время только 7, ты сказала. Каких уже 7? Уже 8. Ну, 8. Ну, 8. Слышь, нас то на улицу не выгонишь, то домой не загонишь. Нет, а сейчас самое оно. У нас середины не бывает, да. Сейчас пока же не лежат. Оливал, да? Оливал. Оливал. Это бар называется Оливал. Да, это бар. Тихо. Не, наверное, как... Это казан на соседнем отеле. А, в соседнем отеле. Не в этом? Нет, в этом отеле. А, в этом же. Нет, это получается... Никак не посмотрим, что это за отель. Везде написано. Лавстайл, лакшери, вайкешинг-клуб. Вот название. И вот, смотрите. Вообще, смотрите, балконы какие. Народ на балконах сидит. Вот это так я люблю. Лен, смотри, какие балконы. Сколько шли, еще фазанов не встретили. Ну, такое место зачетное, я бы хотела сказать. Ну, да, вот это вот напоминает Турцию. Напоминает Турцию. Ну, мне все равно не нравится этот пляж. Это птица, наверное, просто. Мне не нравится пляж. Выходишь, и грязное море. Здесь вот народ купается в бассейне, смотри. Не, вот здесь хорошо. Прям приятно идти. Рестораны. Вот это китайский, видишь, чайнис, наверное. Ну, в общем, мы название уже сняли. Мне нужно почитать про эту башню. Это Круп или что это здесь? Крупный отель. Видишь, как классненько. Угу. Угу, в кастрюлях. Угу. Здесь очень приятно идти. Ты идешь не среди... Идем. Да. Да зоопарк, я бы не сказала, что весь зеленый-то. Ну, вот так вот. Да. Не, ночью? Не, конечно. Прямо продем или там? Да нет, пойдем. Пойдемте прямо, посмотрим. А, нет. А мы немножко не спустимся. По сравнению со всеми этими башнями. Зеленый-зеленый. Мы говорим, как в Турции. Напоминает Турцию. Лена, очень дорогой отель. Конечно, дорогой. Отсюда вам видно Хаптур Грант. Идем, как всегда, в поисках такси. Так, все. Посадка. Пять Дерхам. И мы едем в наш район. А у него чуть не работает он. Да не, не переживай. Потом, знаешь, как заработает. Да. Друзья, в общем, прибыли мы в отель. Салатик. Рыбка. Фрукты. Вода. Одна бутылка на стол больше не дают. Чай. В общем, вот так вот. Скромненько, но все есть. Всем приятного аппетита. Вам спасибо за просмотры. И увидимся завтра с вами вновь. Пока-пока.